Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Существует ли рай на Земле? И возможно ли, живя на нашей грешной планете, обрести земной рай? Сегодня мы говорим на эту тему. На наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Александрович Демидов. Андрей Александрович, рад вас приветствовать. Тоже очень рад. Здравствуйте. Вообще за весь период существования земной истории люди из разных народов, живущие совершенно в разных точках земного шара, мечтали о рае, мечтали обрести рай на Земле. И у многих народов существуют мифы о том, что некогда где-то на Земле или на небесах было такое место, где всё было идеально. И это был рай. И вот с тех пор люди пытаются как-то возвратить хотя бы частичку рая. Но не получается построить такое государство, где все бы жили по райским законам. Но тем не менее рай описан в Библии. И прежде чем мы начнем говорить о земном рае и узнаем, это то же самое, что небесный рай или нет, хочется немного узнать о том, что говорит Библия о том первозданном рае, созданном Богом. Когда мы говорим про рай, мы понимаем, что Господь хотел сделать для человека подарок. Потому что написано, насадил Господь рай и поместил туда человека, и человек стал жить в этом раю. Конечно, сегодняшнее понимание рая будет отличаться от того понимания рая, которое вкладывал Господь в своё время. Но основные позиции всё равно сохраняются. Рай — это то место, где тебе хорошо. Это то место, где ты чувствуешь себя дома. Потому что они родились, можно сказать, в раю, да. И поэтому для них это было то место, где они чувствовали себя лучше, чем где бы то ни было. Потому что мы знаем, наступило время, когда Адам и Ева, первые жители рая, они были изгнаны из рая. И поэтому они стали понимать, у них была возможность с чем сравнить. Когда ты знаешь, что было до, и после, ты уже понимаешь, чего это стоит. И вот интересно то, что действительно человек постоянно стремится вот этот кусочек рая где-то на земле завоевать для себя. Где-то его получить. Будь то у себя дома, или, может быть, у себя на даче, на огороде. Особенно пожилые люди, они очень стремятся попасть на свой огород, сделать красивые грядки, посадить красивые помидоры, и сделать вот такой кусочек рая. И на самом деле Господь понимает это. И в какой-то степени Он даже поддерживает эту идею. Потому что Бог хочет, чтобы мы сегодня жили... Ну, есть два крайних понятия — рай и ад. Ну, явно, что Бог не хотел бы, чтобы мы жили в аду. Поэтому Он поддерживает стремление человека. Но вот интересно то, что вот за большой промежуток времени человеческой истории многие государства старались построить идеальное общество. И вот особенно ярко это началось, начиная с XVI века, когда один писатель, сэр Томас Мор, написал произведение «Утопия», в котором изложил свои идеи и позиции относительно того, каким должно быть идеальное общество. Как сделать идеальное общество, идеальный мир, идеальное государство? И вот загоревшись этой идеей, начиная с XVI века, люди стали пытаться строить вот эти общества. Но, к сожалению, неизвестно на данный момент ни одного такого общества, которое бы дожило до сегодняшнего дня, просуществовавшись с того времени. И вот, например, возьмем за последнее время, что у нас произошло. Вот Вторая мировая война. Во время Второй мировой войны фашистская Германия имела планы захватить весь мир. У нее были очень амбициозные планы. И при этом, чтобы была одна раса, чтобы были люди чистой расы. И вот друг Альберт Шпейер, это друг Адольфа Гитлера, он занимался проектом реконструкции Берлина для того, чтобы сделать этот город пригодным для жителей, когда уже будет покорена вся планета, покорен мир известный, и чтобы это было место именно для обитания своих людей. Но мы знаем, что в 1945 году, и слава Богу, война закончилась, что с этим идеям не удалось сбыться. А в это же самое время, в 1920 году, наступает эра коммунизма у нас в стране. И коммунизм, надо сказать, очень хорошо и уверенно начался в нашей стране. И вот до 1990 года он просуществовал, и потом мы знаем, что коммунизм пал, можно сказать. И вот эта идея существования и создания рая на земле, она тоже вместе с этим пала. И вот эксперты, историки, которые занимаются вопросами вообще становления государства, разрушения государства, они выяснили основные причины, почему произошло вот это падение. Вот они говорят, что невозможно создать идеальное общество, пока не изменится природа человека. У человека всегда есть негативные черты, алчность, злость, гордость, какие-то качества, которые всегда вступают в противоречие с другими людьми. Это была одна из причин, почему развалился коммунизм. Потом, не удалось ни в каком смысле достичь равенства. Вот хотелось достичь равенства, но не получилось достичь равенства. Всегда кто-то был сверху, всегда кто-то был снизу, и это вызывало волнение и проблемы. Потом, была идея достичь изобилия. И не удалось достичь этой идеи изобилия. Я вспоминаю даже сейчас, я немного застал, конечно, того времени, но я вспоминаю в магазинах пустые полки. Это к вопросу об изобилии, как это получилось. Приходишь в магазин, на полках лежит хлеб с этой вилкой, как сейчас помню, это вилка. И люди подходили и тыкали. Пустые полки, консервы. Всё. Не получалось. И никогда не удавалось избежать противоречий. В таком обществе всегда возникали вспышки полярных точек зрения. И вот эти все внутренние процессы, они всегда убивали попытку создать вот это идеальное общество, идеальное государство. И вот интересно то, что Бог на самом деле из прошлого, из далекого прошлого, еще до Томаса Мора, 16 века, Он говорит нам об этом. Вот я хочу, чтобы мы открыли с вами Даниила, 2 глава, 44 стих. Даниил 2, 44. Там представлен... Мы не будем сейчас останавливаться на этом, просто коротко об этом скажем. Там представлен истукан. И мы помним эту историю, когда Навуходоносору приснился сон, в котором показаны великие государства древности. Вавилон в виде золотой головы, Медоперсия, Греция, Рим. И вот эти ноги, смешанные железо с глиной. И вот во 2 главе, в 44 стихе написано. «И во дни тех царств Бог небесный...» То есть во дни уже, где ноги из глины. «Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». И вот мы смотрим на вот этот очень далекий из прошлого голос Писания, который говорит нам, что какое бы ни было крепкое царство, оно сменяется другим царством, это царство сменяется третьим царством. И вот эта вот череда сменяющихся друг за другом царств, идеальных попыток построить идеальное государство, оно заканчивается на последнем. И написано в Данииле 2, 44, что это царство небесное, которое будет стоять вечно. Бог воздвигнет его. Бог небесный именно воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Да. И вот здесь мы видим вот эту существенную разницу, когда человеческое, земное, каким бы хорошим оно ни было, оно подвергается разрушению, оно, можно сказать, умирает, государство умирает. И здесь мы видим Царство Небесное. И вот сейчас мне хотелось бы перенестись уже в Новый Завет от книги Даниила, перенестись уже во времена Иисуса Христа и вспомнить, о чем говорил Иисус, когда говорил в своих проповедях вообще о небе. Ведь это посланник небес. И мы всегда знаем, что когда приходит посол, когда приходит тот, кто из другого места, тот, кто из другой страны, прежде всего интересно узнать, а как там, а что там происходит. Интересно, что Иисус больше 30 раз, я прямо вот сидел и подсчитывал эти моменты, больше 30 раз Он говорит о Царстве Небесном. Пытается донести до людей вот это понятие. И вот здесь, мне кажется, было бы уместно, если бы мы прочитали 1 Коринфянам 2,9, чтобы понять, с какой трудностью столкнулся Иисус. 1 Коринфянам 2,9. Здесь мы читаем. «Но как написано, не видел того глаз и не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Вот как можно объяснить человеку, который никогда не видел это, который никогда не слышал это, когда никогда ты об этом не думал, о том, что можно сказать о том, с чем ты никогда не соприкасался и даже не помышлял об этом. То есть перед Иисусом вообще стояла огромная по сложности задача донести понимание, что такое Царство Небесное. И вот даже сегодня, если мы попробуем спросить у верующих людей, что такое Царство Небесное, я убежден на 100%, что мы получим вот сколько людей, вот столько мы получим мнений относительно того, что такое Царство Небесное. Но вот написано же все равно в Библии, допустим, в книге Откровения, что на новой земле, уже в Царстве Небесном, которое Бог установит в конце истории всего мира, что там не будет слез, нет болезней, и что там Бог отрёт всякую слезу сочей людей. То есть там не будет, видимо, разных бед и несчастья, которые заставляют нас плакать. Вот какие-то такие общие вещи мы же понимаем, потому что мы знаем, когда нам хорошо, мы знаем, когда мы счастливы, но и мы понимаем, что в Царстве Небесном мы будем счастливы. Да, бесспорно. И вот именно это и хотел Иисус передать, когда Он говорил притчи о Царстве Небесном, ну вот, например, как бы я стал рассказывать о том городе, в котором я живу? Мне спросили бы вот, расскажи о твоём городе, в котором ты живёшь. Ну, что бы я сказал? Население этого города, там 47 тысяч человек, например, да, там никогда не бывает пробок в этом городе, там можно за пять минут доехать до любого места. То есть ты бы сразу нашёл какие-то основные вещи, которыми бы ты описал то место, где ты живёшь. Вот Иисус, когда встречается задача описать Царство Небесное, Он приводит притчи, в которых мы видим совершенно разные действующие лица, разные образы, разные герои. И мы понимаем, что Богу можно, Богу удаётся до нас донести только определённый смысл того, что там будет, но не как это будет выглядеть. Вот вы сказали, мы понимаем, когда нам будет хорошо, да. Потом Бог говорит, там не будет слёз. Но мы же не понимаем, а как это, а почему не будет слёз, да? А что будет такого, что не будет слёз, да? И вот хочу, чтобы мы посмотрели ещё на вот эту ситуацию, в которой находился Иисус, когда Он говорил о Царстве Небесном. Ведь Он находился на территории Иудеи и проповедовал в тот момент, когда она уже была завоёвана римлянами. То есть это было уже то время, когда израильтяне опять оказались в рабстве, можно сказать. То есть они как вышли в своё время из рабства, стали свободными. Потом была большая череда событий в их жизни, что они были завоёваны, потом становились свободными. И вот приходит Иисус, и они опять находятся в таком положении, когда над ними находится другое государство. И тут приходит на сцену человек, который говорит о Царстве. И вы знаете... Небесным причём. Да. Но вот такой интересный момент. Лука, 4 глава, с 16 по 20 стих. Иисус говорит очень необычные слова, находясь в синагоге. С 16 стиха по 20, 4 главы Луки. «И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу и отдав, служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него». Когда Иисус прочитал эти слова, что возникло в головах тех, кто слышал эти слова? Он говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». На что обычно помазывали человека? Помазывали обычно в трёх случаях. Помазывали Аарона, мы вспоминаем, когда он был первосвященником, когда он стал первосвященником, его помазали. Мы вспоминаем, когда помазали Елисея, пророка Елисея. И мы вспоминаем, когда помазывали на царство царей. Вот в этих трёх случаях происходило помазание. Иисус выходит в синагогу и говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». И когда он закрывает эту книгу, этот свиток пророка Исаии, дальше мы видим, он начинает проповедовать, и через какое-то время он начинает говорить о царстве. И вы представляете, находясь в таком положении, иудеи, они хотели быть свободны. Они хотели освободиться от того гнёта, в котором они находились. И тут Иисус, который говорит о царстве. И интересно, был момент в жизни Иисуса Христа, он написан в Евангелии от Иоанна, в шестой главе, когда Он накормил пять тысяч человек. Помните? А что произошло потом? Написано, что те люди, которые были рядом с Ним, которые вкусили эту пищу, написано, что они хотели взять и нечаянно, взять Его и нечаянно сделать царю. То есть, ну вот так. И когда Иисус написанного, разумев это, узнал это, Он ушёл в гору. То есть ушёл на гору, чтобы не допустить вот этот момент помазания Его на земное царство. Это было, по сути, вторым искушением. Помните, когда Иисус был возведён Духом в пустыню, и когда Он был искушаем дьяволом, дьявол в качестве последнего, самого такого, может быть, массивного искушения, Он предлагает Ему царство, всех, все земные царства. И Он Ему говорит, бери царство, да, только поклонись Мне, я тебе дам вот эти все царства. И тогда Иисус отказывает Ему. И здесь возникает такая же ситуация, когда уже не дьявол, а уже люди, которым было предложено земное, они говорят, давай ты будешь нашим земным царём. Мы тебя сейчас делаем царём. Ничего не стоит. Мы только войдём, ты накормишь всех, мы видим, что у тебя есть власть, ты говоришь с властью. Авторитет. Авторитет. Всё есть. Только вот всё, давай. Иисус отказывается от земного царства. Да, что интересно, я так подумала, что царём делает человека Бог. Да. Человек не может сделать, нет, он, конечно, может сделать, но ты тогда будешь вынужден волю избирателя, как говорится, выполнять, раз избиратель тебя избрал. А тут, когда тебя Бог поставил, над тобой никого из людей нет, только Божью волю ты в первую очередь выполняешь. И вот эта какая-то иерархия здесь наблюдается, правильная, на мой взгляд, когда ты не пляшешь под дудку людей, которые могут быть порочны. И так же, как и Сатана пытался предложить Иисусу в одном из искушений, как бы я тебе-то дам все царства мира, то есть ты царь мира, но ты поклонись мне. Поэтому царь ли ты мира, это ещё вопрос. То есть вот этот парадокс, но Иисус и так был царём мира, что его может предложить Сатана. Но это такие уже размышления, может быть, немножко отвлечённые. Нет, нет, это всё именно по теме, интересно, действительно. И мы видим, вот когда действительно сегодня происходит избирательная кампания. Избирают кого? Избирают того, кто обещает то, что хотят люди. То, что хочет народ, того и избирают. И по сути дела, если бы Иисус хотел, чтобы его избрали царём, ему даже ничего можно было не делать, кроме вот этой ситуации, когда он накормил пять тысяч человек. Просто можно было сказать, я тот. Помните, было сказано в Ветхом Завете, что среди народа я воздвигну пророка, его слушайте. И вот он мог бы сказать, я тот. И всё. И одним словом, он бы стал сразу царём. Но другое дело, что Иисус посланник небес, и поэтому он говорит о другом царстве. Да, и это не всё как бы было бы. Ну, он бы накормил. Ну, он и накормил народ. Можно было сказать, ну да, я царь, раз вы так хотите. Но там пошло бы дело дальше. Ему пришлось бы избавлять израильтян от власти римлян. А это уже там государственные первороты, революция, война. Но это не то, для чего пришёл Иисус. Это вот именно то, что вы сказали, когда повеления идут как бы снизу от человека, а не сверху от Бога. Ведь Израиль всегда был благословлён, чем именно как нации? Что у него не было царя, как у обычных народов. До момента, пока воцарился Саул, Бог правил этим народом, и это был уникальный случай вообще в истории, когда Бог являлся царём. И, на мой взгляд, они утратили очень много, когда взяли себе вместо Бога человека. Тогда они стали исполнять волю человеческую, а человек, отступивший от Бога, ввёл народ уже в дальнейшие проблемы. Сколько было царей праведных и сколько было царей нечестивых. Можно праведных, наверное, на пальцах пересчитать, по сравнению с теми, кто был нечестив. И вот когда Иисус говорит о Царстве Небесном, многие люди начинают внимательно его слушать и понять, и стараться понять, а что же такое Царство Небесное? И вот я сейчас просто скажу, какими образами пытался Иисус донести до человека, что находится в Царстве Небесном, что там есть вообще. Он говорит притчу о добром семени и плевелах. Он говорит притчу о горчичном зерне, говорит притчу о закваске, говорит притчу о неводе. И как бы человек, вот он ждёт, что сейчас Иисус скажет, вот мы сейчас с вами объединимся и свернем себе власть Рима. А Он им говорит про невод, Он им говорит про зерно. И люди как бы пытаются понять вообще, о чём Он говорит, о каком царстве Он говорит, о работниках виноградника, говорит о десяти девах со своими светильниками. И многие люди, когда вот слышали эти истории, они просто не понимали, почему Иисус такой могущественный человек, который мог бы сейчас исполнить то предназначение Мессии, кем Он и являлся. Он мог бы сейчас всё сделать, решить все вопросы. Он говорит о чём-то совершенно непонятном. Потому что даже ученики, когда слышали эти истории, они потом подходили ко Христу и говорили, что мы не поняли. Объясни нам, потому что мы не поняли. Вот. Но это было, вот это преимущество, кстати, всякого ученика Иисуса Христа, потому что Иисус говорит, и мы не всегда понимаем, что Он говорит. Но если мы подходим к Нему, мы сейчас можем в молитве подойти к Нему и сказать, Господь, я вот это место вообще не понимают. Ты можешь мне объяснить? И вот Господь говорит, например, в книге Даниила, которую мы сегодня читали, это очень сложная книга вообще. И там в конце написано, что мудрые уразумеют. Вот мудрые уразумеют. А мудрость, мы знаем, что она нисходит свыше от Господа. И вот до чего доходит ситуация. Ситуация доходит до того, что Иисус стоит перед Пилатом. Это уже последние дни его жизни. Иоанн, 18 глава, 36 стих. Написано Иоанн, 18, 36. Написано, Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но царство мое не отсюда. Проповедуя о Царстве Небесном, Христос знал одну важную вещь, что любое земное царство имеет свой конец. И если бы он согласился на уловку сатаны, чтобы взять вот это вот земное царство и стать его царем, тогда он бы погиб вместе с этим земным царством. Поэтому Христос говорит о Небесном Царстве, давая понять и Пилату, и тем, кто его слушал, и нам сегодня, что царство его, оно не этого мира, оно не земное. Он пытался отобразить его земными способами, земными средствами, но царство имеет небесное происхождение. и поэтому Иисус, заканчивая говорить на горную проповедь, Он говорит очень важные слова, что язычники и те люди, неверующие, они заботятся каждый день, во что одеться, они заботятся, что пить, заботятся, что есть. И многие, многие проблемы встречают в своей жизни, но Иисус говорит очень важный стих, 33 стих, в 6 главе, Он говорит, ищите небесного, да, а о земном я позабочусь, ищите же царство небесного и правды его, а все остальное приложится вам. Ну, то есть искать Бога, верить в него. Искать Бога, его царство, а все, что тебе нужно на земле, он восполнит, он знает твою нужду. Андрей Александрович, время нашей программы подошло к концу, я благодарю вас за участие, и спасибо большое вам. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга», и если вас заинтересовала тема, которую мы сегодня обсуждали, вы можете писать вопросы, оставлять свои комментарии, делайте это на сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok